вот наш димон я ему с мылом антибактериальным промыла а сейчас я ему намешала раствор марганца ну и он тут типа немножечко держит я ему поливала изнутри откроем одной рукой я не могу открыть мне нужно вот здесь держать а потом разгибать пальчики не покажет он секрет ну уже так все нормально вон чуть-чуть вот облезет и все а так там все нормально у него так что бум надеется что все хорошо вот дима сам пальчики может отодвигать он так периодически тоже напрягает вытаскивает и на там все вот это просто кожа облазит и все там у него ничего не болит вот все я ему с мылом помыла марганцы подержали чуть-чуть не вот это просто слезет кожа и все на на что он может сам открывать пальчики закрывать но все на потом еще слепла точек туда ложить чтобы да вот тут между пальчиками и мы собираемся с василисой к доктору сходить сейчас покушает залазь василисочка давай мы пошли стоим отдыхаем немножко тяжелая такая уже принципе чуть-чуть осталась вот она уже клиника на это ветеринарная служба фух отдыхаю хотят дышаться так вроде дома бегать вроде кажется худенькая а тяжеленькая сидит там смотрит ребята друзья сказала врач надо ехать в клинику ставить катетер скорее всего у нее там это камешек пошел мочевой на разострял что она не может пописать больно и плачет поэтому сейчас мы на остановке едем стаханов клинику вот там я не знаю может ее придется оставить а может сразу поставит катетер и легче станет ну в любом случае узнаю все мы в стаханове остановка это автостанция здесь находится рядом раз клиника я уже показывала когда ездила в стаханове станция вот в этом здании клиника сейчас мы идем туда все мы подошли все идет лечиться все ребята мы уже вышли от врача короче промывать я не надо сказали может быть есть маленький там дали 4 кольчика болот таблеточки пить короче что вот сейчас поможет у нее там антибиотик что промывать не надо говорит там не чувствует большого камня просто идет как воспаление это мы будем если вы видели как мы держали и чтоб ее уколоть сильно поцарапала мне и и в поселке золотой 5 получила повреждение и 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 Сейчас легче станет после укола, моя маленькая. Сейчас я покажу вам, что нам назначили. Вот такие таблеточки два раза в день пить, и 5 дней колоть уколы, тут канторин что ли, дротоверин, антибиотик какой-то противовоспалительный. Вот она написала назначение, но я же говорю, нужно будет мне сейчас позвонить в нашу вот эту клинику, что брянке, попроситься, чтобы она поделала уколчики. Там суббота, воскресенье она работает, только понедельник выходной, в понедельник в другую можно в ветеринарку съездить. Ну, сама я не сделаю, вы там видели, как ей и на мордник одели на нее. И я за передние лапки держала, другая там девочка за задние держала. Ой, страсть господняя, никому не пожелаешь, только что одно успокаивало, что ей станет полегче. Ну что, Василичка, тебе легче стало? Не, жалуйся. Это мы узнали вес ее, 4200 там и в направлении в этом написано. я думаю, что мне так тяжело ее тащить, но температура сказали нормальная. под хвостиком мокрая, наверное, выходит. Ничего, сейчас полегчает Василичка. Да, моя хорошая, да, моя сладенькая. Все, Васенька чуть-чуть успокоилась, а то бедненькая у нее стресс был. Да. Ну, нет, ничего, я ей таблетку еле затолкала, это ужас. Правильно, ее уже намочили, она уже не дает ничего. Что с нее сейчас после уколчиков? Да, да, Васенька, отдыхай. Мокрая, с нее, наверное, моча выходит. Я не сказала за все то, за лекарства, что нам и таблетки, и уколы, и 800 рублей заплатила. Да, моя хорошая, отдыхай. Все, не-не-не-не, ничего я не буду тебе лучше делать, не буду мучать, отдыхай. Отдыхай, вечером еще таблеточку выпьем, и завтра уколечки, да, моя хорошая, да. Все, отдыхай, пошла я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok